Здравствуйте, Григорий Васильевич. Добрый день. Вас приветствует Красноярск. Спасибо, Лариса Медвина. Уважаемые коллеги, как меня слышно? И Лариса Медвина, а изображение нормально идет? Да, изображение сейчас нормально. Я думаю, что если изображение будет мешать нам, мы просто свое изображение отверстием. Пока все нормально. Если будут какие-то технические неполадки, мы просто перезагружаемся и приглашаем семинар. Хорошо, спасибо, Лариса Медвина. Итак, уважаемые коллеги, начнем наш семинар. Как вам уже сказали, меня зовут Григорий Матвеевич. Я эксперт группы компаний «Бравософт» в области государственных и муниципальных закупок, а также работы с нашим программным продуктом «Государственные и муниципальные закупки». Сегодня мы с вами имеем возможность пообщаться в рамках семинара на тему особенностей применения положения федерального закона от 5 апреля 2013 года номер 44 ФСЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Как я уже вижу по списку, у нас в аудитории как раз и собрались в основном государственные и муниципальные служащие различных сфер, как образование, я вот смотрю образование, медицина очень сильно представлена. Мне думается, что необходимости подчеркивать важность выбранной темы вообще нет такой необходимости. Как вы сами понимаете, осталось совсем мало времени, практически до 1 января, до введения закона в действие, и хочется действительно приготовить сани летом. Хотя, может быть, по большому счету, время-то, часть времени уже и упущена, но, мне кажется, что время еще есть, и подготовить свою организацию к работе в новых условиях, к работе в условиях действия 44 ФСЗ необходимо. Коротко расскажу, в каком формате будет проходить наш семинар. Ну, я так, мне надо примерно час-час десять для того, чтобы доложить вам полностью материал, который я планировал вам довести. Ну, и следующая позиция, это будут ваши вопросы, которые, может быть, уже есть, или которые появятся в продолжении семинара. Итак, значит, по плану я думаю разделить на пять таких подвопросов. Первое. Планирование, обоснование и нормирование в контрактной системе. Второе, очень важный вопрос. Единая информационная система. Третье. Это способы осуществления закупок. Четвертое. Исполнение, изменение и расторжение контракта. И пятое. Мониторинг, аудит и контроль в сфере государственных закупок. Как вы сами понимаете, Федеральный закон 44 и по размеру просто, а тем более по информационной насыщенности и законодательной насыщенности очень большой. И дать вам полностью понимание всего закона в рамках одного семинара, ну, точно говорю, невозможно. Однако, мы с вами ознакомимся, во-первых, а далее вам, как специалистам, которые будут работать с применением этого федерального закона, вам придется его изучать, изучать и изучать. И я вас уверяю, вот как практик, я понимаю, что 94 ФЗ с момента своего принятия и до нынешнего времени до сих пор оставляет вопросы. Вот нам, экспертам продукта государственной муниципальной закупки, до сих пор по 94 ФЗ идет очень много вопросов. И на горячую линию, и на линию профессиональной поддержки. Поэтому, я думаю, и вам тоже надо будет очень много изучать, особенно тем, кому придется работать в этой сфере, кто станет контрактным управляющим или кто войдет в состав контрактной службы. Коллеги, для удобства восприятия, чтобы вам было легче и вам было понятнее, а мне легче, я хочу с вами сразу договориться о некоторых сокращениях. Значит, вы помните, у нас в сфере государственных и муниципальных закупок существует три главных федеральных закона. Это 94 ФЗ, который будет у нас действовать до 1 января 2014 года. Это закон о размещении заказов. 223 ФЗ о закупках, который будет продолжать действовать и наряду с 44 ФЗ. И, наконец, 44 ФЗ о контрактной системе. Так вот, я хочу, чтобы для вас не было, чтобы вам было понятно, когда я говорю 44 ФЗ, 94 ФЗ, 223 ФЗ. То есть, я говорю об именно этих законах. Итак, первое. Планирование, обоснование, нормирование в контрактной системе. В федеральном законе, в 44-м законодатель, достаточно большое количество самого документа, самого федерального закона отвел именно вот этим трех позиций. То есть, планирование, обоснование и нормирование в контрактной системе. Как вы помните, в 94 ФЗ об этом тоже была речь, но не стоял вопрос так, будем так говорить, так полно и так объемно. То есть, теперь, ну, то есть, с 1 января 2014 года, самое первое, заказчик, то есть, мы с вами чаще всего будем выступать в роли заказчика, поэтому я буду говорить о вас, как о будущих заказчиках, работающих по 44 ФЗ. Так вот, заказчик должен будет включать закупку в план, в план закупок. Как вы помните, часть организаций, работающая по 223 ФЗ, уже сталкивалась именно вот с планом закупок, да и работающей по 94 ФЗ. То есть, план закупок для работников в сфере государственных и муниципальных закупок уже не новость. Так вот, значит, первая, закупка, которая будет производиться в течение года, должна быть включена в план. Этот план утверждается в течение 10 рабочих дней после доведения до заказчика объема бюджетных обязательств. Вторым шагом планирования станет включение запланированной покупки в план график. Так, точно так же, по 223 ФЗ, мы точно так же уже готовили и знаем, как готовить план график. Так вот, в 44 ФЗ план график уже будет являться для заказчика основанием для осуществления закупок. То есть, в соответствии с требованиями закона о контрактной системе, заказчик вправе будет осуществить закупку только если она включена в план график. Остальные закупки, не включенные, соответственно, в план график, производиться не будут, кроме там определенных закупок, о которых в законе, в ФЗ есть отдельные сноски. Так, какие же сведения должны вноситься в план график? В соответствии с требованиями закона о контрактной системе, заказчики обязаны внести в план график, кроме требований определенных приказом номер 761-20Н, это совместный приказ Минэкономразвития и Федерального казначейства, и кроме этих требований, которые определены этим приказом, в план график должны включаться идентификационный код закупки, определенные условия контракта, включая подробные требования к объектам закупок, способы определения поставщиков, то есть способ закупки и обоснование его выбора. Отметим, что с 1 января 2014 года случаи внесения изменений в план график будут составлять конкретный перечень, закрепленный федеральным законом. То есть, как вы понимаете, в дополнение к 44 ФЗ, да, маленькую сносочку хочу сделать, значит мы с экспертами посчитали, и в 44 ФЗ нашли 83 отсылки к будущим, или к документам, к нормативным документам, которые должны быть выпущены в развитии вот этого 44 ФЗ. Так вот, в частности, и вот именно внесение изменений в план график точно так же должны будут, в случае, они будут определены особым перечнем, который будет издан, как мы с вами понимаем, организацией, которая закреплена, вот этим федеральным законом, она закреплена как основной исполнитель и федеральный надзорный орган за исполнением этого закона. Это Минэкономразвитие, то есть правительство в лице Минэкономразвития. В частности, в план график вносятся изменения в случае увеличения или уменьшения цены контракта, независимо от объема такого, увеличения или уменьшения. Требования об обязательном, важном, и подчеркиваю для вас, требования закона об обязательном планировании закупок вступают в силу с 1 января 2015 года. Требования об осуществлении закупок только в соответствии с утвержденными планами и графиками вступают в силу с 1 января 2016 года. Услышали меня, да? Значит, до этих дат закупки, производимые в рамках 44 ФЗ, будут проводиться, как и по 94 ФЗ. То есть нормы 94 ФЗ в части, касающиеся планирования закупок, останутся 1 до 1 января и в части до утверждения планов графиков до 1 января 2016 года. Одной из важнейших функций, закрепленных законом о контрактной системе, является обоснование закупок. В планах закупки необходимо будет обосновать, каким именно образом объект закупки послужит достижению целей, которые нужны организации. То есть, если это образовательное учреждение, то каким образом, например, закупка бака для, или там, ну я не знаю, печи для кухни, будет служить целом повышения образования. В планах графиков должно быть обоснование начальной максимальной цены контракта и способа определения поставщика, то есть подрядчика-исполнителя. Законом о контрактной системе установлены требования к обоснованию закупок и корректность их обоснования. И если в ходе мониторинга, аудита и контроля закупка будет признана необоснованной, то органы контроля, определенные законом о контрактной системе, выдают предписания об устранении выявленных нарушений и привлекают виновных лиц к административной ответственности. Напомню, что требования об обосновании закупок вступят в силу также с 1 января 2015 года. И последнее в этом первом вопросе это нормирование. Мы с вами понимаем, что приобретаемые товары, выполняемые работой и оказываемые услуги должны обеспечивать государственные и муниципальные нужды. Но самое главное, они не должны иметь избыточных потребительских свойств и не являться предметами роскоши. Мы с вами были, по-моему, да, в этом году свидетелями, как в прессе прокатился вал расследований необоснованных закупок вещей, которые можно назвать роскошью для, казалось бы, абсолютно нормальных государственных нужд. Ну, не буду напоминать вам по набившей оскуменную кровати золотой для Министерства обороны. В соответствии вот с этим требованием, правила нормирования для обеспечения федеральных нужд будут также установлены правительством Российской Федерации, а на основании общих требований, которые будут утверждены правительством, исполнительные органы госвласти в субъектах федерации и местные и муниципальные органы власти будут устанавливать свои правила. Но следует подчеркнуть, конечно, что эти правила не должны будут отличаться от федеральных правил, установленных правительством. С 1 января 2016 года вступит в силу норма закона об обязательном общественном обсуждении закупок. То есть в 2014-2015 году будет действовать правило, согласно которому общественному обсуждению продлежат закупки в случае, если начальная максимальная цена контракта, заключаемая с единственным поставщиком, подрядчиком и исполнителем, превышает 1 миллиард рублей. В 2016 году эти нормы будут являться обязательными. То есть с момента опубликования вами плана закупок и плана графика закупок, естественно, ваш документ будет лежать в свободном доступе, и в любое время любой гражданин или любая организация имеет право задать вам вопрос. То есть вступить с вами в общественное обсуждение вашего плана или там плана графика закупок. С введением в действие 44-го федерального закона вступит, вернее, появится новое понятие – единая информационная система. Раньше мы с вами, работая либо по 94-го ФЗ, либо по 223-го ФЗ, уже имели отношение к различным информационным системам. В частности, мы с вами работали на официальном сайте закупки ГОФРУ, который исполнял как раз таки функцию этой информационной системы. Законом о контрактной системе предусмотрено создание единой информационной системы, содержащей сведения о всех этапах закупок, начиная с их планирования Должен сказать, что по мнению экспертов, и я общаюсь с экспертами на сайте госзакупок, очень объемная работа, во-вторых, очень большой объем информации будет содержаться в этой единой информационной системе Эта система будет являться, во-первых, инструментом сбора сведений в сфере гос- и муниципальных закупок С другой стороны, это будет инструмент контроля соответствия сведений, который содержится во всех документах, начиная от планов и кончая документами самих закупок То есть в полных комплектах документов В эту систему также будут включены документы с реализацией планов, информация о закупок и исполнении контрактов по итогам их проведения, а также и дни и сведения, предусмотренные законом Большинство требований закона единой системы вступят в силу с 1 января 2014 года За исключением, значит, с 1 января 2015 года в информсистему должна входить информация о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, услуг, а также информацию, полученную в результате размещения заказчиками запросов на товары, работы и услуги То есть работающие в сфере госзакупок должны понимать, что то, что мы сегодня с вами делаем в рамках 94 ФСЗ для обоснования начальной максимальной цены контракта То есть мы с вами делаем запрос поставщикам и на основании 3, 4, 2, в крайнем случае, предложений обосновываем начальную максимальную цену контракта Так вот, эти сведения уже будут содержаться в самой системе Нам не надо будет делать запросы, информационная система с 1 января 2015 года уже будет содержать сведения, информацию, вот эту, самое главное, региональную информацию То есть мы, вы в регионе, например, Красноярска будете понимать, что, ну, я не знаю, ваш товар, который в Красноярске стоит одну цену, а у нас в Нижнем Новгороде другую Мы, вы в Красноярске, а я в Нижнем Новгороде, будем иметь эту информацию прямо из самой системы То есть, если мы, как заказчики, будем зарегистрированы в системе, мы будем пользоваться всеми ее инструментариями И я считаю, что это очень сильный рычаг, очень полезная, во-первых, для заказчика функция С 1 января 2016 года вступят в силу нормы, в соответствии с которыми единая информационная система должна стать инструментом по обеспечению контроля соответствия информации Содержащейся в различных документах, сформированных заказчиком на различных этапах осуществления закупок Вот, если это то, что вот мы с экспертами, мы обсуждали вот эту позицию И, по нашему мнению, это должен быть инструмент, который позволит мне, заказчику, однозначно судить о соответствии с законным требованием Ну, то есть, требованием федерального закона моей подготовленной документации То есть, я каким-то образом, вот я так понимаю, что это как раз-таки будет инструмент самой информационной системы Который позволит мне однозначно судить о законности подготовленного мной документа То есть, разместил документ в системе, и система мне говорит, что, извините, у вас вот в этой позиции несоответствие То есть, в этой позиции, например, ваша документация противоречит 135-му ФСЗ, 17-й его статье Или, там, в другой позиции Если это будет именно вот так, то это очень-очень сильный рычаг и очень сильный инструмент для системы Ну, до ввода в действие, до полу ввода в действие системы, информация о закупках также будет продолжаться, размещаться на сайте закупки ГОФРУ В порядке, который определен правительством Российской Федерации Итак, следующая позиция, это описание объектов закупок В требованиях к участникам закупок одна из основных функций Ну, вернее, не основная, но, в всяком случае, достаточно рисованная функция Это описание самого объекта закупок Закон о контрактной системе устанавливает требования о том, чтобы Описание объекта закупки должно содержать стандартные показатели, требования Условные обозначения и терминологии, касающиеся его технических и качественных характеристик, соответствующих предмету закупки То есть, в этой части законодатель твердо говорит, что мы, как заказчики, должны четко описать сам предмет, сам объект закупки Работы или там, услуги или товары Причем, для описания должны использоваться стандартные показатели При этом указываются максимальные или минимальные значения таких показателей А также значения показателей, которые не могут изменяться Данное требование отсылает заказчика к госстандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации То есть, одним из основных рычагов в описании нашего объекта закупки Должны стать именно соответствия нашего объекта закупки действующим стандартам, то есть гостам, техническим нормам, правилам, ну и так далее Следующая позиция это начальная и максимальная цена контракта Законом о контрактной системе несколько расширен метод обоснования начальной максимальной цены контракта В частности, предполагается, что это будет метод сопоставимых рыночных цен То есть, анализ рынка, ну как это у нас и было в 94-м ФЗ Далее, нормативный метод Следующий, тарифный метод Проектно-сметный метод И затратный метод Но как мы с вами понимаем Основным и приоритетным методом Будет все-таки являться метод сопоставления рыночных цен Так как, ну во-первых, этот метод позволяет точно оценить А если мы с вами вернемся чуть назад Мы с вами поймем, что с использованием информационной системы В которой будут данные о рыночных ценах в различных регионах То мы с вами вполне обоснованно можем говорить, что методом сопоставления рыночных цен Мы можем добиться очень, ну качественного подхода к размещению нашего заказа При использовании метода сопоставления рыночных цен Заказчик устанавливает начальную максимальную цену контракта На основании информации о рыночных ценах, идентичных товарах, работа услуг А в случае отсутствия идентичных товаров, работа услуг, однородных товаров Хочу вам подчеркнуть, в федеральном законе в 44-м Законодатель ушел от одноименных товаров, работа услуг Помните, очень болезненная тема, которая очень много провоцировала вопросов, недопониманий Это одноименные товары Так вот, учтя опыт использования 94-го ФСЗ, законодатель ушел от одноименных товаров, работа услуг И ввел два новых понятия Первое, идентичность товаров И второе, однородность товаров Ну, первое, идентичными товарами, работами услуги Услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые, характерные для них основные признаки Я подозреваю, что у нас с вами могут еще появиться вопросы И я думаю, что законодатель, а также надзорный орган, в частности Минэкономразвития Обязательно введут еще какие-то дополнительные документы нормативные Которые позволят нам говорить об идентичных товарах Ну, более, что ли, целенаправленно ими То есть, чтобы мы понимали, что вот понятие идентичного и однородного товара у нас четко отложилось Так вот, я вам сказал про идентичный товар И следующее понимание, однородный товар Так вот, это звучит однородный товар Однородным товаром признаются товары, которые не являясь идентичными Имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов Что позволяет им выполнять одни и те же функции Или быть коммерчески взаимозаменяемыми Вот, на мой взгляд, все-таки достаточно спорное такое суждение И позволяющее трактовать по-разному То есть, позволяющее заказчику и поставщику Или участнику, да Позволяющее по-разному трактовать эти понимания И вот, мне кажется, что как раз-таки вот в такой позиции Дополнительная нормативная документация принесет только пользу Следующая позиция Это обеспечение заявок Как вы помните, в 94-м ФСФ Обеспечение заявок и контрактов Это было право заказчика Ну, во всяком случае, во всех процедурах, кроме аукциона В аукционе уже была введена позиция, что обеспечение заявки обязательно А обеспечение контракта по желанию заказчика Так вот, 44-й ФСФ вводит обязательное То есть, вводит обязанность заказчика Предусматривать в документации требования об обеспечении Первое, заявки и второе, контракта Размеры обеспечения остались практически такими же Кроме, там есть маленькое изменение Кроме, когда размер обеспечения заявки В аукционе, вернее, в торговой процедуре Со стоимостью контракта менее, не превышающей 3 миллионов рублей Должен составлять 1% В остальных случаях размер обеспечения от 0,5 до 5% Также и обеспечение контракта Обеспечение и исполнение контракта Также обязательное требование И такими же точно То есть, после того, как в 94-м ФСФ, вы помните Была отменена возможность обеспечения банковского поручительства И осталось два вида Это банковская гарантия И требование И внесение денежных средств Как обеспечение заказа Как обеспечение контракта В 44-м ФСФ точно так же Осталось это же требование И размеры остались практически теми же Далее Перейдем к способам осуществления закупок Вы знаете Невозможно Вот в такой короткой В такой короткой лекции В таком коротком семинаре Полностью осветить вот все закупки Которые Пошли в свое отражение в 44-м ФСФ Однако, хочу сказать, что кроме Кроме закупок Которые уже По Мы с вами уже производили по 44-му ФСФ Как открытый конкурс Запрос котировок Аукцион в электронной форме Закупка у единственного поставщика Дополнительно В 44-й ФСФ Ввел Еще Несколько позиций Ну, в частности, три позиции Это Он расширил Расширил Позицию По конкурсу Он ввел Новое понимание И ввел новую конкурсную процедуру Конкурс с ограниченным участием И двухэтапный конкурс А также ввел совершенно новую процедуру Запрос предложений В частности, вот по последней процедуре По запросу предложений Я должен сказать, что Имея опыт Работы Как поставщик Ну, как участник В системе закупок Я столкнулся с Запросом предложений В работе коммерческих площадок Торговых В частности, это Фабрикант Би-2-Би На них Запрос предложений Организаций, которые Работали по 223-му ФСФ Использовался в полную меру Уже начиная с Там, 2011-го года То есть, с момента Введения в действие 223-го ФСФ И я вам должен сказать, что Применение этой процедуры Было достаточно эффективно И я заметил Сам лично заметил И потом в обсуждении с экспертами Ну, неоднократно мы этой темы касались Достаточно плотно Эта процедура была использована В закупках по 223-му ФСФ По содержанию самих закупок Значит, открытый конкурс Практически те же Ну, те же процедуры Изменений очень мало Кроме Значит Есть Некоторые изменения В порядке оценки Заявок Причем Эти изменения Точно так же должны быть То есть, вот критерии оценок Должны быть точно так же Утверждены нормативным документом Который должен быть Принят Надзорным органом То есть Минэкономразвития И мы ждем поступления Такого документа Пока его нет Следующая позиция Электронный аукцион Как нам кажется Вот экспертное мнение Это будет Одна из основных Одна из основных процедур Тем более вот сейчас В В ноябре месяце 25-го по-моему числа Я сейчас на вскидку не помню Но 25-го по-моему числа Вышел новый перечень Который предназначен Именно То есть Как нормативный документ Для 44-го ФСЗ Перечень К Содержащий Перечень товаров Работ, услуг Которые Должны будут Размещаться Только Электронным аукционом И я вам так скажу Этот перечень Весьма обширен И очень мало Вот на наш факт Экспертный взгляд Очень мало Товаров Работ, услуг Выйдут Из-под Вот действия Этого перечня В документах По электронному По электронному аукциону Самое первое Первое И достаточно важное Вернее Самое первое После объявления Вернее После размещения Извещения О проведении Электронного аукциона Заказчик Не имеет Права Отказаться От проведения Аукциона То есть Вы понимаете Насколько Повышается Ответственность Заказчика В подгородовке Документации И В проведении Вот как раз таки Самой процедуры То есть Как только Вы разместили В информационной системе Извещение О проведении Электронного аукциона Машина Закрутилась И Отменить Проведение Вы как заказчик Не имеете Законного права Закон Еще одно Немаловажное Также Введение Закон о контрактной системе Предусматривает Требование О том Чтобы При снижении Начальной максимальной Цены контракта На 25 И более Процентов Контракт Будет заключаться Только При представлении Участника Который Предложил Такую Начальную максимальную Цену То есть Цену на 25 И более Процентов Ниже Начальной максимальной Такое Обеспечение Контракта Которое Будет превышать В полтора раза Размер Обеспечения Исполнения Контракта Указанный В документации О проведении Электронного аукциона Ну Нетрудно Посчитать Да Если мы с вами Заложили В документацию Тридцатипроцентную Тридцатипроцентную Обеспечение Контракта Следовательно Если Заказчик Предложит нам Цену Контракта На 25 И более Процентов Ниже Чем Начальная Максимальная Цена Мы имеем Право Повысить Сумму Обеспечения Контракта Именно До 50 Процентов От Начальной Максимального Обеспечения Следующая Позиция Запрос Котировок В принципе Запрос Котировок В 94 ФЗ И 44 ФЗ Практически Одинаков Единственное Что Запрос Котировок Некоторые Новые Ведения Запрос Котировок Может проводиться При совокупности Двух важнейших Условий Первое Максимальная Цена Контракта Должна Составлять Не более 500 Тысяч Рублей И Совокупный И второе Совокупный Объем Закупок Осуществляемых Способом Запросов Котировок В соответствии С планом Графиком Должен Составлять Не более 10% От общего Объема Средств Заказчика Предусмотренных На осуществление Всех Закупок И Не более 100 Миллионов Рублей В год То есть Вы понимаете Да Законодатель Ушел От Позиции 100 Тисеч Рублей 500 Рублей В квартал Ввел Вот эти Два Новые Понимания В соответствии С требованиями Закона Контрактной Системы Также Несколько Изменена И процедура Рассмотрения Оценки Котировочных Заявок В частности Рассмотрение Оценка Котировочных Заявок Осуществляется В порядке Какой был Предусмотрен Для процедуры Вскрытия Конвертов При проведении Открытого Конкурса То есть Котировочная Комиссия Вскрывает Конверты С котировочными Заявками Или Открывает Доступ Доступ К заявкам Поданным В форме Электронных Документов В течение Одного Дня Следующего После даты Окончания Срока Подачи На участие В запросе Котировок А также Заказчик Будет Обязан Предоставить Возможность Всем Участникам Запроса Котировок Подавшим Заявки Или Представителям Этих Участников Присутствовать При вскрытии Конвертов С такими Заявками Услышали Это Очень Важно Я думаю Конечно Участники Запроса Котировок Вот этот Пункт Закона Приветствуют Двумя Руками Потому Что Не Секрет И мы С вами Как Заказчики Понимаем Я Как эксперт Однозначно Знаю Что Вот Как раз Таки В этой Сфере И В процедуре Вскрытия То есть В момент Вскрытия И обеспечения Доступа К заявкам Как раз Таки Таился Самый Большой Административный Ресурс Заказчика Который Позволял В какой-то Мере Нарушить Закон 94 ФВЗ И Обеспечить Какому-то Из Участников Лучшие Условия Для Победы В запросе Катериног Также Нормами Закона Предусматривается Что Заказчик Будет Обязан Обеспечить Осуще Обязан Слышите Обязан Обеспечить Осуществление Аудиозаписи Вскрытие Конвертов Заявками И Открытие Доступа К заявкам Поданным В форме Электронных Документов То есть 94 ФВЗ Предполагал Возможность То есть Давал Право Заказчику Вести Эти Записи 44 ФВЗ Обязывает Вести Запись Пока что Аудиозапись Федеральным Законом 44 ФВЗ Также Предусмотрены Два Специальных Рида Запроса Катеровок Которые Независимо От цены Контракта И в отношении Которых Законом О контрактной Системе Устанавливаются Особенности Регулирования Таким видом Проведения Запросов Катеровок Относится Первое Обеспечение Деятельности Заказчика На территории Иностранного Государства И Оказание Скорой Или Неотложной Помощи И нормального Жизнеобеспечения Граждан Вот Этот Особенно Второй Пункт Напрямую Коснется Некоторых Даже Из вас Кто здесь Присутствует Это Во-первых Заказчиков В сфере Медицинских Ну то есть С переобеспечением Медицинских Услуг И Работников ГОИЧС Таким образом Заказчики будут Вправе Осуществить Например Закупки Продовольствия Или средств Необходимых Для Скорой В том числе Скорой Специализированной Медицинской Экстренной Или Неотложной Формы Лекарственных Средств Топлива А так Ну Вообще Всех товаров Которые Необходимы Для нормального Жизнеобеспечения Граждан И отсутствие Которых Приведет К нарушению Нормального Жизнеобеспечения Одна из Достаточно Тяжелых Спорных И Вносящих Очень много Вопросов От Заказчиков Это Оступление Закупок У единственного Поставщика Эта процедура В целом Повторяет Аналогичную Процедуру Предусмотренную Законом Федеральным Законом 94 ФЗ И 223 ФЗ Однако Законом О контрактной Системе Введены Несколько Ограничений Которые Вводят Ограничения На закупки У единственного Поставщика В частности Федеральным Законом Предусмотрено Что заказчики Вправе Суплять Закупки У единственного Поставщика На сумму Не превышающую 100 тысяч Рублей В случае Если Совокупный Объем Таких Закупок Не превышает 5% Размера Средств Предусмотренных На осуществление Всех Закупок Заказчика И составит Не более Чем 50 миллионов Рублей В год Услышали Да? То есть 5% Средств От всех Средств И не более 50 миллионов Есть Некоторые Послабления Особенно Некоторые Ограничения Не будут Распространяться Например На заказчиков Представляющих Сельские Поселения И кроме того Для Также Заказчиков Государственных Муниципальных Образовательных Учреждений Далее Государственных Муниципальных Учреждений Культуры Ну и Некоторых Других Вы прочитаете Это в самом Законе То есть Вот Для этих Организаций Закупки У единственного Поставщика Могут Не превышать Сумму 400 тысяч Рублей Но Также И также Не превышать Объемом По Не более 50% Общей суммы Средств Предусмотренных В соответствии С планом Графика Однако Опять-таки Нормативные Документы Для отнесения Видов Закупок Мы будем Пока что Нету Не предусмотрено Нету Нормативной Документации Которая Которая Предполагала Отнесение Вот этих Видов Закупок К вот этим Статьям Закона Ну и Эти Виды Закупок Которых Я коснулся Достаточно Коротко Потому что Ну во всяком Случа У них Большая часть Уже проходили В 94 ФЗ А вот Новые Три Позиции Это Конкурс С ограниченным Участием Двухэтапный Конкурс И запрос Предложений Это Очень Ну как Я вот вам Уже говорил Что Во первых На наш Взгляд На наш Экспертный Взгляд Запрос Предложений Будет Очень Востребован Государственными Муниципальными Заказчиками Особенно Заказчиками Которые Будут Наряду С 44 ФЗ То есть С возможностью Размещать Заказы По 44 ФЗ Кроме Этого Они будут Еще И И И Возможность Использования 223 ФЗ Для Обеспечения Закупок Товаров На Внебюджетные Средства Заработанные Их Предприятиями И организациями Так вот Как я уже Сказал Что Очень Ну Ожидаем Ожидаемые Нормативные Документы Вот как раз Таки Которые Пропишут Типовые Положения Типовые Нормы Вот этих Новых Торгово Закупочных Процедур Ну Ну И Как мы Понимаем Как только Дождемся Этих Процедур Как только Дождемся Этих Нормативных Документов Мы Эксперты Государственных Муниципальных Закупок Мы Эксперты Работающие В сфере Государственного Продукта ГМЗ Обязательно Разработаем Комплекты Документов И С нашими Клиентами Обязательно Будем Работать По Выполнению Их Заявок На вот такие Документы Как Вы сами Понимаете Самым Главным Результатом Результатом И Последним Что ли Действием После Проведения Самой Процедуры Является Заключение Исполнение Изменения Расторжения Контракта То есть После Проведения Торгово-закупочной Процедуры После Проведения Закупки Мы Заключаем Контракт Государственный Или Муниципальный Контракт Который Обусловит Все Нормы Исполнения Этого Контракта Ну то есть Все требования Которые Мы С вами Сначала Разработали В документации Этой Самой Торгово-закупочной Процедуры Итак Закон о Государственных Закупках Закон о Контрактной Системе Да все Законы О Закупках Предусматривают Обязанность Заказчика Публиковать В единой Информационной Системе Информацию Во-первых О заключении Контракта И Информацию О Исполнении Самого Контракта О результатах Исполнения Или об результатах Исполнения Отдельных Этапов Контракта Тем более О ненадлежащем Исполнении Контракта А также Сведения Внесения Изменений В этот Контракт Или О его Расторжении Итак Законом Предусмотрено Что Изменение Контракта Возможно Изменение Контракта Возможно Лишь В процессе Его Исполнения А не В процессе Заключения Как предусматривал Раньше Закон О государственных Закупках То есть Заключенный По результатам Торговой Процедуры Контракт Должен быть Неизменным И только В процессе Его исполнения Возможны Какие-либо Изменения И закон Устанавливает Случаи Которые Дают право Сторона На изменение Этого Контракта Кроме того Кроме того А именно Вот эти случаи Также Должны будут Во-первых Найти свое Отражение В документах О закупке Самой И во-вторых Точно так же Эти случаи Должны быть Рассмотрены В нормативной Документации Которую мы ждем Под Федеральных Надзорных органов Ну Однозначно Так же Как и В 94-м ФЗ Мы помним Норму Что Изменение Условий Контракта В частности Цены Контракта Или Цены Единицы Работы Услуги Не более Чем на 10% То есть Это требование Практически Осталось Неизменным Как и В 94-м ФЗ В случае Уменьшения Цены Контракта Или сокращения Количества Контракта Объема Работ Услуг Эти случаи Должны Обязательно Осуществляться В соответствии С методикой Утвержденной Правительством Российской Федерации Расторжение Контракта В соответствии С законом С федеральным Законом 44 ФЗ Также возможно Исключительно По соглашению Сторон Но Законом О контрактной Системе Также предусмотрено Расторжение Контракта Контракта В одностороннем Порядке То есть И заказчик И поставщик Имеют Право Расторгнуть Контракт В одностороннем Порядке Если только Это предусмотрено Документацией Торгово-закупочной Процедуры Значит Однозначно Должны понимать При размещении Документации И особенно Самого контракта Проекта Контракта В документации И в проекте Контракта Должно быть Отражено Если Заказчик Предусматривает Возможность То есть Заказчик Для себя Решает Что Он хотел бы Иметь возможность Расторгнуть Контракт В одностороннем Порядке И вы знаете По опыту Что В некоторых Случаах Это Ну для заказчика Очень важно Однако Федеральный закон 44 ФСЗ Давая Такую возможность Для заказчика Предусматривает Необходимость Для того же Заказчика Предусмотреть В документации И в частности В самом Проекте Контракта Что Раз Заказчик Предусматривает Возможность Для себя Расторгнуть Такой контракт Он обязан Предусмотреть И Возможность Поставчика Об отказе От исполнения Контракта То есть Учитывая Партнерское Положение Да Ведь Заключив Контракт Заключив Контракт Мы с Поставщиком Становимся Партнерами И мы Обязаны Ну Деловые отношения И партнерские отношения Предполагают Взаимное Уважение И Законодатель Твердо И четко Дал понять Что Раз ты Заказчик Имеешь Право Расторгнуть Значит Пожалуйста Будь любезен Предусмотри Что Поставщик Тоже Имеет Право Для Одностороннего Отказа От исполнения Условий Контракта Мне кажется Это Весьма Весьма Такая Хорошая Норма И Она Позволяет Ну Правда Предназначена Как раз таки Для Взаимного Уважения Для Понимания Что Заказчик И Участник Это Два Равных Партнера И Законодатель Однозначно Защищает Права И того И другого Это что такое И Последняя Позиция Это Мониторинг Аудит И контроль В сфере Закупок В сфере Государственных Закупок Законодатель Законодатель Ну Считает Для Себя Очень Важным Иметь Вот эти Вот Позиции Первый Мониторинг Закупок Федеральный Закон Предполагает Что Мониторинг Закупок Будет Обеспечиваться Федеральным Органом Исполнения Исполнительной Власти По регулированию Контрактной Системы В сфере Закупок То есть Вы заметили Да Это Как мы с вами Знаем Нормативным Документом Орган Исполнительной Власти По регулированию Контрактной Системы Один Это Правительство В лице Мин Регион Развития А также Органы Исполнительной Власти Субъектов Российской Федерации А также Местные Администрации Далее После введения В полном Объеме Помните Мы с вами Говорили О Информационной Системе После введения В полном Объеме В действие Всей Системы То есть С 1 Наря 2006 Года Нормы О Мониторинги Вступят Полностью В силу И тогда Вот Федеральный Орган В сфере Исполнительной Власти Федеральный Орган Исполнительной Власти Будет Подготовить Ежегодный Сводный Аналитический Отчет Который Будет Представляться В правительство В правительство РФ И размещаться Вот В этой Единой Информационной Системе Федеральным Органам Исполнительной Власти Для Всеобщего Всеобщего Доступа И мы С вами Будем Иметь Ну Как я Понимаю Огромный Аналитический Материал О состоянии Вот Как раз таки Сферы Закупок Далее Вторая Позиция Это Аудит В сфере Закупок Аудит В сфере Закупок Согласно Закону Контрактной Системы Будет Осуществлен Контрольно Счет В федеральном Масштабе Контрольно Счетной Палаты Ф В масштабе Субъектов Федерации Контрольно Счетными Органами Субъектов И Муниципальных Образований Ну Здесь даже Здесь даже Мне Говорить Нечего Значит Контроль В сфере Закупок Будет Наряду С Федеральным Органом С федеральным Органом Исполнительной Власти Который Будет Отслеживать Контроль В сфере Закупок По исполнению Самого Закона Федерального 44 А Например Антифедеральная Антимонопольная Служба Будет Отслеживать Федеральную То есть Контрактную Систему На предмет Соответствия Федеральному Закону О защите Конкуренции А федеральная И Значит Разделив Таким образом Правительство Разделило Таким образом Сферу Действия То есть Например Казначейство Иные Органы Финансового Контроля Будут Ощущлять Контроль Связанный С контролем Расходованием Бюджетных Средств Счетная Палата Будет Ощущлять Контроль Законности Составления И И Исполнения Бюджетных Расходов Связанных С Ощущением Закупок А Федеральная Этимонопольная Служба Будет Ощущать Контроль За Федеральной Контрактной Системой В сфере Соответствия Федеральному Закону О Защите Конкуренции Ну вот В основном В основном Я Закончил Теоретическую Часть Нашего Семинара Хочу Вам Подчеркнуть Я Неоднократно Ссылался В Самой В самом Семинаре На На то Что Федеральное Правительство В частности Минэкономразвитие Должны Обеспечить Методическое Наполнение 44 ФС Я Вас Уверяю Это Очень Важный Вопрос И Недаром Значит Федеральным Правительством Внесен План Реализации План Реализации 44 ФС В котором Вот так На Моем Память Где-то Порядка Около 100 Позиций Которыми Расписано И Разложено По По Времени Внесение Тех Или Иных Нормативных Документов Тех Или Иных Требований Тех Или Иных Новых Методик Рекомендаций Для Вот Того Чтобы Заработал 44 ФС Очень важно Очень важно Я вам подскажу Адрес Во-первых У нас В Продавном Продукте ГМЗ Вы можете Отследить Каждый раз Ежедневно Появляются Новые Новые И новые Документы Которые Которые Вступают В силу Вот В дополнение К 44 ФС В частности Вот Работники Сферы образования Я знаю Что с 1 сентября Этого года Вступил в действие Новый Федеральный Закон 273 Об образовании Российской Федерации Помните Да Так вот В соответствии С новым Законом В соответствии С новым Законом Вы помните Да В федеральном Законе 44 Есть Одно Требование Которое Очень Напрягает Всех Заказчиков Которые Вот будут С 1 января Работать По новому закону Это Профессиональная Подготовка Контрактного Управляющего Контрактной Службы И работников Которые Будут работать В сфере Государственных Муниципальных Закон Самое Первое Я в прошлом Работал Как раз В сфере Высшего Профессионального Образования И поэтому Знаю точно Значит Во многих Высших Учебных Заведениях Введены Новые Программы Программы Профессиональные Программы Подготовки Подготовки Специалистов По Программам Государственных Муниципальных Закупок То есть Это различного Рода Программы В частности Вот Наша Например Волголядская Академия Государственной Службы Готовит По 72 Часовой Программе По 72 Часовой Программе Работников Федеральной Государственной Службы По Государственным Муниципальным Закупкам Вот И вот Новый Федеральный Закон Как раз таки Ввел Новые Понимания Согласно Части 15 Статье 76 Федерального Закона Об Образовании Лицам Успешно Освоившим Соответствующую Дополнительную Профессиональную Программу И прошедшим Итоговую Аттестацию Выдаются Удостоверения О повышении Квалификации Или диплом О профессиональной Переподготовке То есть С 1 сентября 2013 Года Не производится Итоговая Государственная Аттестация И не подлежа Выдаче Документа Государственного Образца По программам Повышения Квалификации Или профессиональной Переподготовки То есть Вы должны Понимать Что Сейчас Если только Образовательное Учреждение Имеет Госаккредитацию Вернее Имеет Лицензию На Образовательную Деятельность То Она имеет Право Выдать вам Стандартный Образец О том Что ваш Сотрудник Прошел Дополнительную Профессиональную Подготовку По Такой-то Что он Прошел Дополнительное Профессиональное Образование В рамках Профессиональной Подготовки По Государственному Муниципальному Заказу Ну или там Это может Вызываться И по-другому Таким В разных Образовательных Учреждениях Это может быть По-разному Однако Это вот Так Данка